всем привет с вами сергей проект по и сегодня отзыв на книгу которая называется каллигула я думаю вы знаете этого императора наслышаны но я для себя его открыл совсем с другой стороны его то что у меня ассоциировалось до этой книги с этим императором тут у меня мнение о нем поменялось и давайте я расскажу вам поподробнее о чем книга и чем она хороша книга в серии вышла the big book называется исторический роман и название соответственно каллигула и автор саймон терни что мне нравится что автор сделал анализ он прям брал данный находил там противоречие какие-то факты и очень много действующих персонажев естественно взял те которые существовали и все повествование ведется со слов сестры каллигула и все начинается с тех пор когда они еще маленькие маленькие у них только-только убили отца есть император тиберий который потихоньку сходится маунт старик и как он ненавистью прикипает собственно к наследникам и видит везде врагов и уху на остров даже там закрывается передают власть по начальнику и как начальник там всякий террор творит и вообще эта книга насыщена очень много здесь убийств крови предательств заговоров используются яды игры политические знаете вы читать это было очень интересно действительно было захватывающий сюжет так как опять же я не знал всех этих подробностей и персонажа здесь очень много здесь есть собственно сам каллигула все начинает когда они еще вот маленькие его сестры три сестры получается и мы про них вот узнаем мама еще вначале там их жива и вот ее в ссылку ссылают и вот все подробности как себя вести и чем хорошо что именно с самого начала все это дается мы потихоньку следим за каллигулой как он сначала он там молчит все время он слушает разговоры учится да он говорит чему вы радуетесь что вот назначили наследников старших братьев их же теперь убьют они теперь угроза и понеслось понеслось все закручивается и вот уже их вызывают к этому тиберию и там уже начинаются дрязги интриги там кто охраняет противостояние сенатом как сенатом как кремляне вообще относятся к императору и вот это все круто круто вот этот ведь путь каллигулу как он стал императором что он делал как потихоньку вот эта ненависть у него выплескиваться во что-то превратится что мы знаем что он один из жестких да там все такие были там выжить было просто нереально там эти убийства постоянно на него то сколько будто нападений описываться как на его пытались убить и какие они собственно такие же методы принимают отомстить уничтожить врагов кого-то в ссылку кого-то уничтожают чтобы не повторять ошибки кто-то становится безуми это тоже будет безумие каллигулы описывается насколько он в посолете в атмосфере где все лгут все врут предают родственники причем даже и вот это все насыщенно вот этим действием будет роман произвел сильно мне впечатление здесь нету вот как ни странно вот этого всего сексуального контекста или каких-то там таких в развратных действий и так далее чем может ассоциироваться каллигулы здесь как раз таки было потому что главное действующее лицо это все таки его сестра она как раз таки описывает все как бы со стороны как она пыталась влиять на брат да как они вы через что не прошли как нам погибают ты даже читаешь и не знаешь доживут эти персонажи там до средине книги так далее да и главная героиня вообще выживет она в конце или нет роман заканчивается интересным описанием то есть там есть отдельная глава по сути называемая на благодарность само собой там где автор благодарит всех кто помогал ему со всем этим разбираться мне больше понравился еще такая вещь как ладно действующие лица там описываются ориентироваться хорошо все-таки это имена непривычная для нашего слуха исторические примечания где он разбирает что он взял какую историю что выдумал по сути выдумал довольно мало информация там остров например выдумал где там находились в определенный момент и герой а так всех остальных персонажей там же это что левила но это вот эта сестра которая рассказывала все время одна из сестер может и вторая не буду спорили до что там было интересно это читать это действительно очень хорошим языком написано и ты сидишь и читаешь но кто же там предатель кто сейчас предаст кто здесь делает этот поворот будут ли тут какие-то еще вот убийства методика с ядом было интересно и тут как бы есть несколько теорий он и говорит что существует вот такая теория на прям убийство там этого императора или такого императора или влияли ли вот эти люди на сходили в заговор заговоры часто будут раскрываться и естественно всех заговорщиков будут убивать в общем насыщены действиями политическими дрязгами это вам как говорится не игра престолов да здесь даже там какой-то инцесс что там дальше там впоследствии там будет происходить когда там кого назначать следующим императором и вот эти всякие вещи будут не описываться не смаковаться просто будут в как факт надаваться но вот все эти интриги вот эти все даже там диалоги да когда они там пикетируют с друг с другом обманывают или цитируют они там любили читать литературу умную и вот говорит он сказал такой-то сказал такой-то давай-ка порассуждаем особенно там эти диалоги будут заметны когда раз таки каллигула будет общаться с тиберием когда тот уже закроется на своем острове и вот он любитель будет пообщаться на такую тему там поспорить повыигрывать спорах и мы будем уже тогда замечать как каллигула специально проигрывает или там не точно говорит как подставляет там другого но это было сильно я потом мощным впечатлением это прям послевкусие шикарнейшие это даже мне кажется вот реально историческая действительность может затмить вот всякими этими интригами так далее фантазию автора да вот если автор фэнтези там все придумают это сложновато вот этих всех персонажей придумать так далее здесь вот можно и если грамотный писатель он может хорошо взять вот действующих на существа ваших людей и вот по описаниям по мемуарам по каким-то вот воссоздать такую живую картину такой живой образ и каллигула меня как персонаж впечатлил тут хорошо написано каждый знает его имя и каждый думает что знает его историю но вот прочтение этой книги меняет мое отношение то чтобы грудь стал там кинта фанатом но мне стало интересно я стал фанатом исторических романов да я хочу побольше таких вот произведений прочитать интересных крутых и тут вроде бы как даже в послесловии говорит автор что он еще за один роман берется за следующего персонажа но не знаю будут ли выходить у азбуки что-то еще такое посмотрим сейчас в историческом романе но в серии забегу довольно много книг у азбуки выходит буду следить читать но вот саймон терни мне кажется шикарно справился с задачей показать интересный взгляд на неоднозначного персонажа и хоть они сильно в истории разбираюсь мне читать было интересно и что-то в копилочку знаний мне там отложилось где как то кто в это время жил какие манеры ну я представлял что сенат там так далее такие страсти мордасти убийства и заговора 33 колотых ран и так далее жуть жуть но читать было интересно действительно классно захватывающий роман получился что эти хорошие книги с вами был сергей проект по пока